Прощая Ильич, на центральной площади Запорожья демонтируют крупнейший в стране памятник вождю мирового пролетариата. За работами наблюдали около двух тысяч горожан. Снять Ленина с постамента пытались еще с субботы, однако демонтировать монумент коммунальщикам не удалось до сих пор. За ходом работ следят наши запорожские корреспонденты. Ленин жил и отжил. Ура! Свершилось чудо! Демонтаж не без проблем. Еще утром возле памятника были слышны взрывы. Рядом с монументом нашли три подозрительных предмета. Их специалисты подорвали на месте. После этого работы, на которые пришли посмотреть сотни горожан, продолжили. Так вот я сегодня пришел за пять лет этот праздник и пойду сейчас на кладбище, отцу скажу. Папа, свершилось то, чего ты не дождался. Это для меня праздник. Отца Владимира Недельского в годы советской власти репрессировали. Поэтому сегодняшние события мужчина пропустить не смог. Всего на площади собралось около двух тысяч зрителей. Среди них и пенсионер Георгий Иванович. По его мнению, с демонтажом поспешили. Народ, который стоит, общаясь с ними, у них неоднозначное мнение. Одни говорят, надо, другие говорят, пускай памятником стоит. Поэтому еще нужно много времени, чтобы в мозгах людей пришла единая мысль, которая была для всех правильной. Сам памятник Ленину сдается не сразу. Алмазный трос, с помощью которого коммунальщики пытались поднять постамент, оборвался. После этого вождю подпилили ноги, чтобы снова попробовать поднять памятник. Олег Притыкин, Сергей Чалый. Специально для телеканала Донбасс.